Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал о Маркетсе, оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря отчета EDP по состоянию американского рынка труда. Довольно объективная статистика, которая предваряет выход официальных данных non-farm pearls. Мы их ожидаем, собственно, в эту пятницу. По прогнозам, в прошлый месяц американская экономика создала 130 тысяч новых рабочих мест. Это несколько выше, чем два месяца назад, когда прирост был 113 тысяч. Но все равно это значение, но лично у меня, не ассоциируется с доказательством и подтверждением прогресса на американском рынке труда. Он сейчас крайне не нужен, потому что только в этих условиях мы сможем говорить о сохранении тенденции дальнейшего снижения инфляционного давления, что позволит американскому регулятору в конечном счете отказаться от жесткой монетарной политики. Далее в 15.00 по GMT ждем отчет по решению Банка Канады. Фактически это решение по ставке. Ставку, скорее всего, не изменит, но 100% не изменит. Предлагаю, учитывая масштаб этого события и значимость для канадского доллара, сегодня снова вспомнить про пару доллар-канадец, тем более, что сейчас попутным ветром для этого дуэта финансовых активов выступает еще продолжающееся снижение цен на нефть. Также сегодня в 15.30 по GMT ждем отчет по запасам нефти США. После выхода данных от Американского института нефти, они, собственно, были опубликованы несколько часов назад, я допускаю, что сегодня мы увидим очередной прирост запасов, что может оказать дополнительное давление на котировки Brent и WTI. Давайте теперь по порядку. Индекс доллара, текущие котировки 103.88. Продолжаем анализировать макроэкономические данные с особым вниманием, потому что понимаем, что каждый отчет сейчас будет иметь очень большое значение для формирования единой позиции Федрезерова. Тем более, что сам Джером Пауэлл на последней конференции дал понять, что действительно все зависит от макроэкономических данных и от того, что происходит с экономикой здесь и сейчас. Поэтому на каждом заседании американского регулятора решение принимается непосредственно не заранее где-то там куларно, а по факту с учетом совокупности всех релизов. Чем больше будет слабых отчетов, тем, соответственно, больше оснований говорить о том, что американская экономика не справляется с давлением высокой ключевой процентной ставки. Я думаю, что она не справляется. И в эту пятницу, когда выйдут данные по Non-Farm Perils, я ожидаю слабые отчеты, мы в этом с вами сможем убедиться. Пока что у нас в обсуждении, в анализе данные по заказам промышленного сектора, они снизились на 3,6% в прошлом месяце, прогноз предполагал снижение на 2,6%. Вчера вышел отчет о СМ в сфере услуг. И здесь стоит отметить, что эта статистика несколько нейтрализовала негативный эффект данных от промышленного сектора, потому что сфера услуг осталась в зоне роста. Фактически показатель 52,7% в восстановлении с 51,8%. Сектор услуг имеет большое значение для формирования общего показателя ВВП, поэтому здесь нужно называть вещи своими именами. Действительно, отчет очень неплохой. Как меняется оценка рынка вероятности изменения ключевой процентной ставки? Здесь стоит отметить, что после выхода даже неплохого отчета СМ, участники рынка все больше начинают верить, что в конце первого квартала, в марте, американский регулятор снизит ключевую процентную ставку. Это не мое наблюдение рынка. Можете открыть инструмент Fight Watch Tool, посмотреть, как меняется эта вероятность. Сейчас она составляет 56%. Еще неделю назад вероятность снижения ставки в марте была чуть больше 20%. Посмотрите, как она активно повышается. Будет еще один слабый отчет масштаба Non-Farm Perils. И, соответственно, вероятность легко может достигнуть и 75%, потенциально даже еще выше. Десятилетний трежерис 4,18%. Я думаю, что в таких условиях вообще не нужно сомневаться в дальнейшем снижении курса американского доллара, потому что при таких показателях доходности американских трежерис не может американская валюта системно расти. Поэтому я удерживаю шорт и ожидаю, что американский доллар вернется к развитию нисходящей динамики. Акцент на индекс доллара, который, напомню, сейчас торгуется в районе 103,88. Золото 2021 доллар за тройскую унцию. Этот актив пока не трогаем. Если вы все-таки продолжаете спекулировать этим инструментом, очень интересна ваша позиция. Пишите в комментариях, что вы делаете и на что вы рассчитываете. По сантименту пока хороших сигналов нет. И с точки зрения фундамента тоже я бы рекомендовал воздержаться сейчас от тренинга по рынку драгоценных металлов. Британская валюта 1,2605. Вчера ждали отчет по активности в сфере услуг. Сфера услуг ожидали хорошие цифры и оказались правы. Потому что данный сектор британской экономики восстановился со 49,5 до 50,9. Это значит то, что сфера услуг ушла в зону роста. И можем посмотреть параллельно на композитный индекс, который учитывает промсекторы сферы услуг. Здесь тоже активный рост с 48,7 до 50,7. То, что растет в деловой активности, это прекрасно для британской экономики. Но есть одно «но». Рост деловой активности – это предпосылка для повышения инфляции. И тут же вспоминаем последнее заявление Бейли, главы Банка Англии, о том, что, несмотря на наличие прогресса в снижении инфляции, он недостаточен, чтобы британский регулятор позволил себе отказаться от идеи сохранения, удержания ставки высокой длительный период времени. Ранее Банк Англии допускал, что ставка будет на прежнем уровне, как минимум, первое полугодие 2024 года. Предпосылок для роста инфляции все больше, поэтому я думаю, что эта статистика только подтвердит позицию британского регулятора. Отсюда, при потенциально жесткой монетарной политике ее сохранения, пока что лонг по фунту остается приоритетной идеей. И я допускаю рост пары выше отметки 1,27. Австралиец против доллара 0,6583. Сегодня с азиатской сессии наблюдаем за активным восстановлением этого актива. Давно пора, потому что есть условия резонанса Резервного банка Австралии, итогов ставка на прежнем уровне. Но руководство регулятора подтвердило, что на фоне сохраняющихся инфляционных рисков и предпосылок для роста инфляции, политика вполне может пережить еще один виток, скажем так, ужесточения в начале следующего года. Я об этом вчера говорил. Позитивным фактором для австралийского доллара также выступают сильные данные из Китая по активности в сфере услуг. Рост с 54 до 51,5. Австралия и Китай стратегические торговые партнеры, поэтому в случае улучшения экономической ситуации в Китае, конечно же, это благоприятным образом сказывается на перспективах роста и австралийской экономики, и, соответственно, австралийской валюты. Доллар канадец 1,3573. Ждем сегодня закрепление пары выше отметки 1,36, даже 1,3650. Решение Банка Канады по ставке ее оставят на прежнем уровне, потому что все плохо в канадской экономике. Рынок труда. Уровень безработицы вырос в прошлом месяце до 5,8%, с 5,7%, а по показателям ВВП, мне кажется, худшие данные среди всех развитых стран. А в третьем квартале экономика Канады снизилась на 0,3%, в годном выражении снижение уже составляет 1,1. Конечно же, в таких условиях Банк Канады даже не сможет позволить себе сделать заявление о возможном повышении ставки. И без этого канадский доллар останется под давлением, еще с учетом снижения котировок нефти, поэтому путь вверх у пары доллар-канадец открыт. Доллар иена 147,30. После выхода данных по инфляции в Токио больше сигнал того, что инфляционное давление ослабляется. И, соответственно, при снижении инфляции это дает возможность Банку Японии пока что сохранять стимулирующую политику, потому что в ней экономика, на мой взгляд, вот в текущих условиях нуждается, потому что очень плохо складывается ситуация с ключевыми макроэкономическими показателями. В эту пятницу мы ждем данные по ВВП. По прогнозам в квартальном выражении, в прошлом квартале, японская экономика снизилась на 0,5%, в годовом выражении минус 2,1%. Поэтому при стимулирующей политике, при плохих данных из Японии, иена останется под давлением. Собственно, по этой причине я удерживаю длинную позицию по паре доллар-иена. И рынок нефти 77,20, как уже ранее мы решили. Раз котировки бренда и WTI не получают достаточную поддержку в том фоне, который сложился, в приоритете будет развитие нисходящей динамики, сантименты этого не противоречит. Поэтому в качестве ближайшего целевого ориентира это тестирование брендом отметки 75 долларов за баррель. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.